По гибридам, ну как прикольный, вы все знаете, наверное, очень хорошо. Если брать по нашей линейке огурца, это самый ранний гибрид. То есть он будет раньше, чем сарацин, раньше, чем дутояр в первом обороне. Букетный тип цветения у него, то есть в пазухе он выбрасывает 4-6 огурцов. Все огурцы длиной примерно 12-14 сантиметров, светло-зеленого цвета. Ну, я не знаю, как рынок Херсонской области, но если взять Одесскую область, в основном все просят темно-зеленый огурец. У вас какой огурец в основном просят? Темно-зеленый или светло-зеленый? Темно-зеленый, по цвету не спрашивают. Главное, чтобы он урожайный был, правильно и устойчив. Ну, если брать по урожайности и устойчивости, да, каприкорный это тот гибрид, который и урожайный, и устойчивый. По урожайности, ну, во-первых, надо формировать корневую систему. У него она очень мощная, в этого гибрида. То есть если человек будет придерживаться всех критерий по питанию, получит очень хороший результат. Еще с таких нюансов, хорошо хранится после сборки. То есть вот человек сорвал, вывез на рынок, он на рынке у него не продался, он его привозит домой, вывозит опять же на рынок, он нормально стоит, сохраняет свои товарные качества. По срокам посадки можно его как и в первом обороте выращивать, так и во втором обороте на осень. Показываю, еще есть люди, вот, кто его тянет с ранней весны, например, кто выходит на пасху, и они его до августа месяца протягивают этот гибрид. Хорошо выбрасывают пасынки, потом уже второго порядка. То есть отработал по главному стебель, отработал по пасынкам, потом он еще их убивает, но, опять же, надо стимулировать его азотом для того, чтобы лучше пасынки он выбросил. Ну, это для тех людей, кто в долгий период будет его выращивать. Ну, как правило, в основном у нас так. Первый оборот заработали, вырвали и посели что-то другое, забыли. Так, пока прикольно, может, какие-то вопросы у кого-то есть по этому гибриду. Ну, я думаю, что его уже все знают, он на рынке уже занял свою нишу и хорошо продается. Самый такой конкурент для других компаний? Из других компаний, ну, ЗКЕ тот же самый. То есть все букетного типа святения. Опять же, на рынке немного букетного типа святения огурцов. Есть люди, неоднозначные отзывы. Я вот как-то начинал по ЮКСАУ работать по Одесской области. Одни люди кричат, что самый лучший гибрид, то есть лучше не видели. Вторая половина кричит, фу, нехороший гибрид, то есть что вы нам дали. Разные технологии, люди не привыкли к букетному типу. То есть начинается, что ой, он у меня засыхает, он у меня не вытягивает. Все зависит от питания, опять же. И еще одна из проблем, может, она и в этом году была, и в прошлом, когда зависть появляется, а губчик сам начинает сохнуть. Есть такие проблемы у вас у людей, да? То есть это с чем может быть связано? Может быть весной ранние поливы. Ранние и долгие поливы. Ну, люди начинают его заливать, заливать. Корневая система не выдерживает. Начинается перелив, всевозможные корневые гнили начинаются. Все решат, там, нехватка бора, может быть, нехватка калия, он засыхает. Но в основном такая причина может быть из-за проблем с корнем. То есть надо избежать много полива в первом обороте. Когда летом, понятно, жара, большая температура, растение само себя гасит, чтобы как-то ему легче было, оно стресс преодолевает. Тогда оно хочет много полива. А в первом обороте, в весной, холодной, желательно много его не заливать. Его этот гибрид рекламировать уже как не надо. Его большинство, кто выращивает, все пробовали, все его знают. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.